Вероятно, у каждого из нас или наших родственников хоть раз были проблемы с грибковыми образованиями. Заметили ли вы, что этот вид заболеваний становится все более распространенным вне зависимости от возраста? Кандидоз среди лидеров грибковых поражений. Почему же он столь распространен и как его победить? Смотрите до конца и узнаете обо всех симптомах грибка, его происхождении и надежных, а главное безопасных, способах уничтожения. Что такое кандидоз? Это заболевание вызывает грибок под названием кандида. Не совсем верно считать его патогенным грибом, потому что в норме он должен присутствовать в нашем организме. Однако в условиях здоровой среды кандида не в состоянии быстро размножаться. Если же условия в нашем организме меняются, запускается процесс ее неконтролируемого роста. Что же сдерживает размножение кандиды? Это бактерии, а также кислая среда нашего организма. Особую роль в этом играют ацидофильные бактерии, которые закисляют среду нашего организма. Почему же бактерии не всегда справляются с грибками? Проблема в современном промышленном питании, а точнее в антибиотиках. Мы привыкли думать, что употребляем антибиотики только когда болеем и строго по назначению врача. Но на самом деле они ежедневно попадают в наш организм с пищей, ведь соответствующие препараты активно используются в сельском хозяйстве. Зачем это делают? Чтобы предупредить распространение инфекционных заболеваний среди животных, которых содержат в больших комплексах, где велик риск эпидемий. Но не только в мясе и молоке накапливаются антибиотики. Через навоз сельскохозяйственных животных они попадают на поля, а затем и в растения. Поэтому люди, придерживающиеся растительной диеты, также не защищены от этой проблемы. Из-за столь массового использования антибиотиков формируются суперинфекции, которые к ним устойчивы. Опасности кроются даже там, где мы их и не ожидаем. Например, на кухне. Разделывая курицу на кухонной доске, очень легко получить такую устойчивую бактериальную инфекцию через руки. Даже если она не приведет к тяжелым поражениям организма, требующим госпитализации и сложного лечения, инфекция нарушит микробиоту кишечника. Как следствие, формируется идеальная среда для развития кандиды. Симптомы кандидоза Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Первый и главный симптом – зуд в интимных местах или белый налет на языке. Во-вторых, развитие кандидоза свидетельствует тяга к углеводной пище. В-третьих, нехватка нутриентов и постоянная усталость, ведь кандида поглощает нашу энергию. Четвертый признак – инфекции мочевыводящих путей. Симптом номер пять – вздутие живота и проблемы с пищеварением. Шестой показатель – дерматит, дермофитоз, псориаз и другие кожные заболевания. И еще два симптома, в связи с которыми сложно заподозрить кандидоз – это постоянная заложенность носа и ломота в суставах. Именно последний из них привел нашу подписчицу к ревматологу, но обследование не показало никаких-либо изменений в суставах. После долгих поисков причина была найдена именно в грибковом поражении организма. Но что же с этим делать? Конечно, существуют фармацевтические средства для борьбы с кандидой, но они далеко не так безопасны, как хотелось бы. А что если мы просто лишим этот грибок питания? Досмотрите до конца и узнаете о безопасном и простом способе остановить развитие кандидоза. Как победить кандидоз? Кандида не любит кислую среду, но очень любит щелочную. Из-за гибели ацедофильных бактерий начинается защелачивание толстой кишки. В таких условиях кандиды эффективно перерабатывают сахар и выделяют аммиак. Помимо гибели полезных бактерий, такому процессу способствуют стрессы, беременность и противозачаточные таблетки. Как же остановить этот процесс? Наиболее эффективный способ – изменить свое питание. В первую очередь, чтобы нормализовать уровень сахара и лишить грибок главного источника питания. В чем суть такого питания? Нужно максимально сократить количество потребляемых углеводов до 10% рациона. Для этого ограничьте потребление круп, выпечки, картофеля, фруктов и иных продуктов с большим содержанием сахара, включая фастфуд. Взамен этого старайтесь есть больше мяса, рыбы и морепродуктов, овощей, грибов, молочных продуктов, яиц и орехов. Помимо такого рациона в борьбе с кандидозом поможет регулярное употребление ферментированных овощей, например, квашеной капусты. Следующее средство – свежий чеснок, так как он противостоит развитию грибков. Четвертое важное средство – яблочный уксус. Добавляйте его в пищу, чтобы повысить кислотность среды организма. И, наконец, масло орегано и кокосовое масло. Не самые распространенные продукты в наших краях, но найти их можно. Они повышают эффективность описанного выше рациона. А для разгрузки режима питания периодически практикуйте интервальное голодание. Неприятные признаки кандидоза начнут уходить уже в первые недели. Сталкивались ли вы с проблемой кандидоза? Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!